Делаю накладные ногти к дню всех влюблённых. Одни типсы, которыми я редко пользуюсь, у меня были в шуфлятке. Вот они и вот такие, но их уже мало. Но сегодня я хотела сделать стилеты. И оказалось, что я ещё их не достала из чемодана. Опа. В чемодане я оставила то, чем почти не пользуюсь. Это какие-то остатки типс. Очень-очень длинные прямоугольные типсы. Точно такие же XXL стилеты. Но сегодня я хочу что-то покороче. Так, подождите, а стилетов я не вижу. Вот я достала примерить эти огромные стилеты XXL. И я хотела покороче, примерно такие. Как-то мне кажется, я не помню, где мои стилеты. Мне сейчас кажется, что, возможно, они вообще у меня закончились, и я их с собой не взяла. Вот эти вот. Но они просто очень гигантские. Я с ними в школу точно не смогу пойти. Поэтому у меня на выбор есть две формы. Вот такие вот типсы молочные. Они уже почти заканчиваются. Вторые практически точно такие же, но мне формы слегка побольше нравятся. Они такие более удлиненные, более изящные, более миндальные. Сейчас все гиль-лаки я храню в этом рюкзаке, в котором я их и перевозила. Ну, а работать буду вот здесь. Что я вообще хочу? Я представляю какие-то красивенькие, милые ноготочки к 14 февраля. Розовое, с блестками, светоотражающий розовый лак. Он у меня, кстати, есть. Я проверяла. Сейчас сюда аккуратненько переложу гиль-лаки, чтобы все было красивенько, и найду нужные цвета. Вообще, я, кстати, сейчас вот это раскладываю и думаю, что, в принципе, оно прикольно на этой подставке. Может, я его потом просто в пленку обмотаю и в контейнер, или сразу в этой подставке в контейнер их складывать, или обмотать эту подставку пленкой и тоже в шкаф положить до следующего раза, пока я контейнер не имею. Вот я нашла эти типсы, но они у меня уже переложены в коробочку, и здесь не хватает одних типс, но они здесь есть, поэтому для того, чтобы сэкономить время, буду примерять, и те, которые подходят, сразу клеить на подставку. По мизинчикам вообще надо бы вот эти взять, но мне кажется, они будут, ну, прям большеваты. Да, они большие. Я мизинцы беру как раз-таки вот, у меня обскубанные пластинки, потому что я из них не всеми пользовалась, и вот как раз-таки вот этих вот меньше всего. Они хорошо подходят для мизинчиков, и здесь их нету. Трэш-ситуация, у меня сел планшет, и теперь я не могу открыть Пинтерест, посмотреть фильмы и выбрать себе дизайн, поэтому сегодня дизайн буду придумывать я. Ногти делаю для себя, поэтому мне ногти часто один и тот же дизайн надоедают, и я их не буду делать многоразовыми, чтобы их можно было 10 раз приклеить, отклеить, поэтому базу я наносить не буду, плюс это выйдет побыстрее. Так, всё, выбираю лаки. Вот этот чёрный. Вот это классный цвет. Классно, что я его прям сразу смогла найти. Очень липкий, но очень красивый гель-лак. Очень яркий гель-лак от Nub. В какой-то момент я его прям часто использовала, поэтому его здесь маловато. Когда я не покрываю базой накладные ногти, есть такая вот вероятность, потому что у меня слабая лампа, есть какие-то слегка странные, слабые, возможно, резетки, я в этом не уверена. Есть вероятность, что если первым я возьму какой-то такой плотненький лак, они могут скомкаться, поэтому вот этот лак на основе такой полупрозрачненький, с блёсточками крутыми. Это прям то, что нужно. Более разбеленный нанесу на мизинчик, потому что он всё равно белый, и остальные ногти всё-таки планирую оставить такими полупрозрачными. А если я нанесу полупрозрачный точно такой же лак на этот маленький ноготок, он будет прям сильно выделяться. Да, это очень круто смотрится. Эти ногти в лампу я переживаю, если честно, как прокрасится, точнее, как просохнет этот розовый лак, тот, который разбеленный. Но я его вроде бы таким тоненьким слоем нанесла, и должно всё быть в порядке. Так, всё просохло, я рада. Это круто. Вот что я хочу сделать. Этот лак классный, что он такой полупрозрачный. Теперь я беру базу, каучуковую хорошую базу, тонким слоем. Попробую на этом ногте. Ногти, ногти. Тонким слоем, не слишком жирным. Наношу на ноготь. Наношу. Это то, что я хотела осмотреть. Оно начинает даже само, даже кисточкой не нужно помогать, само медленно начинает разъезжаться по этой базе. Как-то так у меня получилось. В принципе, прикольно. Но вот эти вот не совсем аккуратно. Я думаю, сюда ещё что-нибудь добавить. Когда рисуешь какие-то маленькие, мелкие рисунки или вообще рисуешь на ногтях, очень важно качество кистей. И несмотря на то, что я взяла в Ирландию достаточно так много лаков, но кисти почти все у меня испортились. Поэтому нужно новые заказать. Та кисточка, которую я здесь рисую, одна, наверное, хорошая осталась. И вообще раньше она у меня считалась такой не совсем хорошей. Я редко пользовалась, потому что она такая более грубоватая. Кстати, когда только учишься рисовать на ногтях, сложно рисовать клеточку. Наверное, было даже как-то психологически. А здесь я спешила, поэтому то, что слегка не вышло, подтираю салфеткой. И горизонтальные параллельные линии я здесь даже отдельно не просушивала. Ну, потому что спешила. А вообще, если вы волнуетесь, перед тем, как рисовать клеточку, лучше сначала ровно нарисовать параллельные линии, просушить, потом горизонтальные нарисовать, просушить, а потом уже всё заполнять. Сначала я хотела так и оставить, но потом поняла, что оно всё-таки слегка кривовато, сами эти кружочки. И так очень даже красиво. Когда я делаю ногти на заказ для клиентов, мне важно, чтобы всё было максимально качественно, поэтому некоторые ногти с рисунками иногда бывают достаточно объёмными, и когда покрываешь их топом, ну, не выходит просто с первого раза идеальный. В таких случаях первый слой топа я пропиливаю бафиком, чтобы всё выровнялось, а вторым уже покрываю для глянцевости. Тут были затёки на торцах на этом ногте, и я их спилила, но мне так нравится, как он смотрится в матовом цвете. Вот для сравнения этот же ноготь, но вот в этом цвете. Выбрать сложно, наверное, всё-таки глянцевый оставлю. Клеить эти ногти я планирую на клей, и планирую с ними неделю-две точно проходить, но это будет уже не в этом видео. Как и хотела, гель-лаки я потом замотала в плёнку, ну и потом положу в пластиковый контейнер, а вот результат. Хотелось бы сделать более аккуратно, поэтому буду заказывать новые кисти. Если нравится результат, ставьте лайк, потому что лайки не заканчиваются, и подписывайтесь.